Эта история произошла 22 января 2023 года в городе Богота, Колумбия. В воскресный январский день сборщик мусора обнаружил безжизненное тело молодой женщины в чемодане, который в свою очередь находился в большом мусорном контейнере на окраине города. Тело принадлежало 21-летней Валентине Триспалациус, популярному диджею электронной музыки в Колумбии. Валентина Триспалациус Хидальга родилась 16 декабря 2001 года в городе Фантибон, Колумбия. С самого детства Валентина была целеустремленной и всегда ставила перед собой большие цели в жизни. К 19 годам она уже стала популярным диджеем и выступала в крупных городах своей страны и Латинской Америки. Девушка жила в городе Богота с матерью и двумя братьями. Несмотря на юный возраст, она была финансовой опорой в семье. На ней лежали все расходы, включая аренду квартиры. Карьера Валентины шла в гору, она получила диплом профессионального диджея и музыкального продюсера. Когда родственники узнали об убийстве близкого человека, они немедленно связались со следователями и рассказали, что Валентина за несколько дней до своей смерти переехала жить к парню, гражданину Америки, 35-летнему Джону Паульсу. Родные считали, что первый, кому нужно обратиться за информацией, это он. Когда полиция начала разыскивать молодого человека, оказалось, что Джон покинул страну, купив билет на самолет тем же днем до Панамы, а также удалил все свои аккаунты в социальных сетях. Таким образом, с первых часов расследования он стал главным и единственным подозреваемым в хладнокровном убийстве юной девушки. Как выяснится позже, буквально каждый шаг зверского преступления попадает на камеры видеонаблюдения. На следующий день после обнаружения тела Валентины, 23 января были обнародованы результаты вскрытия. Смерть девушки наступила вследствие механической асфиксии. Жертва была подвергнута насилию. У нее были травмы лица и черепа. В ходе расследования власти просмотрели и приобщили к делу более 100 часов записей с камер видеонаблюдения, разоблачающих парня Валентины, Джона Паульса. Уже 24 января власти Панамы сообщили, что арестовали подозреваемого. Он был немедленно экстрадирован обратно в Колумбию. У Валентины и Джона были романтические отношения больше года, но они были на расстоянии, так как мужчина жил и работал в США. Он планировал в скором времени переехать навсегда в Колумбию и узаконить их отношения. Валентина познакомила его со своей семьей, и он очень им понравился. Они считали его надежным и добропорядочным человеком. Через некоторое время Джон решился на переезд, о чем и сообщил своей девушке. 19 января 2023 года он прилетел в Боготу, чтобы забрать ключи от квартиры, которую забронировал через интернет ранее. На записях с камер наблюдения видно, как он открывает входную дверь, а рядом стоит большой синий чемодан. На следующий день мужчина арендовал машину, на которой позже заехал за Валентиной, чтобы вместе направиться в их новое жилье. В тот же вечер пара отправилась в ночной клуб, в котором играла Валентина в качестве диджея. После выступления произошло нечто странное. Когда пара вызвала такси, и водитель принял заказ, ему пришло сообщение в приложении от пассажира, в котором было написано «Помогите, мне нужна помощь». Когда девушка села в такси, водитель поинтересовался, что у нее случилось. Но из-за того, что следом сел Джон, Валентина сказала, что отправила сообщение по ошибке. Таксист решил, что все в порядке, и эта тема в дороге больше не поднималась. В полной тишине и напряженной обстановке водитель такси довез пару до жилого комплекса. Показания водителя стали доказательством того, что влюбленные сильно поссорились в ночном клубе. В субботу они не покидали квартиру. Камеры видеонаблюдения больше не зафиксируют, как девушка выходит из дома. В воскресенье утром Джон Паульс был замечен покидающим жилье с несколькими чемоданами. Спустя пару минут камеры видеонаблюдения подземного паркинга зафиксировали, как мужчина везет чемоданы в тележке, оглядываясь по сторонам. Затем открывает багажник, чтобы положить в него самый большой. Отчетливо видно, что он прилагает много усилий, чтобы поднять его и засунуть в багажное отделение автомобиля. Затем он еще раз возвращается в квартиру, откуда забирает остальные вещи, включая вещи Валентины, которые она перевезла в квартиру в пятницу. Через пару часов камеры на окраине города зафиксировали момент, как Джон Паульс подъезжает к большому уличному контейнеру. Открывает багажник и достает тот самый чемодан. Спустя время уже в другой контейнер он выбросил все вещи Валентины. Ему потребовалось около четырех часов, чтобы найти безлюдное место в этот воскресный день. Район, в котором обнаружили тело Валентины, находился в паре минут езды от международного аэропорта Эль-Дорадо, где через полтора часа преступник сел на рейс до Панамы. Позже в мужском туалете один из работников терминала нашел сотовый телефон, принадлежавший Валентине Триспалациус. Когда Джона задержали в Панаме, у него на руках было два билета. Конечной точкой в его маршруте была Черногория, страна, у которой нет договора об экстрадиции с Колумбией. Также у него нашли билеты в Бразилию и Турцию на имя Валентины. Таким образом, он хотел запутать следователей и дать себе время для маневров, после того, как родные начали бы искать девушку. Паульс рассчитывал, что ее тело обнаружат нескоро, и у него будет шанс замести все следы и спокойно сбежать. Уже на допросе он заявил полиции, что не убивал девушку и что к этому причастен мексиканский картель. А сбежал он из Колумбии, потому что боялся за свою жизнь. Оставался главный вопрос. Какой же мотив был у этого жестокого поступка? Изучив переписки жертвы и опросив друзей и родных, стало ясно, что причиной является больная ревность и одержимость человеком. Подруга Валентина рассказала, что обвиняемый нанимал частного детектива, чтобы тот следил за девушкой, пока самого Джона не было в стране. Во время очередной ссоры Паульс сам признался, что знает о каждом шаге своей девушки и в частности знает о том, что Валентина соврала ему относительно поездки. За несколько месяцев до случившегося девушка попросила у своего парня, который в тот момент находился в Соединенных Штатах, тысячу долларов, чтобы посетить фестиваль в Бразилии. Джон, не задумываясь, перевел на ее счет необходимую сумму, но в Бразилию Валентина так и не поехала. На самом же деле, эти деньги были ей нужны для кратковременного отпуска с молодым человеком по имени Сантьяго, с которым у Валентины были романтические отношения. Это стало известно благодаря частному детективу, который следил за девушкой в тот момент времени. По мнению следователей, это послужило спусковым крючком для расправы. После того, как Джон поймал возлюбленную на бронье, он стал пристально следить за ней и контролировать каждый ее шаг с помощью видеозвонков и отчетов о каждом ее шаге. Валентина в переписках подробно описывала, куда она идет и с кем. Общение пары началось в приложении знакомств. Незадолго до этого Джон развелся с женой Эшли, с которой они прожили в браке 12 лет, и у них было трое общих детей. После знакомства с Валентиной он начал часто ездить в Колумбию, чтобы видеться с девушкой, и в течение года присылал ей деньги и оплачивал все расходы, включая пластическую операцию по увеличению груди. В одной из переписок с подругой девушка писала про то, что ей кажется, будто Джон начал догадываться, что она не испытывает к нему никаких чувств. Следователи считают, что мужчина впал в ярость. Осознав, что Валентина его не любит, пользуется им и вдобавок тратит деньги, которые он присылает ей на путешествие с другим мужчиной и высмеивает его в общении со своими друзьями. Как выяснилось позже, Джон арендовал квартиру всего на 4 дня. При этом девушке и ее семье говорил, что заплатил сразу за год вперед. Факты указывают на то, что он заранее спланировал свое преступление вплоть до мелочей. Арендованное жилье было местом для расправы. 27 января начались предварительные слушания по делу. На удивление всем процесс начался с жалоб со стороны защиты. Адвокат просил судью признать незаконным задержание Паульса в Панаме, мотивируя это тем, что между задержанием и переводом подозреваемого в суд прошло больше 36 часов. Также защита подоложала бы на то, что наручники были затянуты на запястьях слишком сильно, из-за чего руки мужчины посинели и опухли. Вдобавок ко всему, подсудимый утверждал, что после задержания у него пропали 7 тысяч долларов. В общей сложности первое слушание длилось около 6 часов. Генеральный прокурор привел ряд железных доказательств виновности подозреваемого. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Но несмотря на огромную доказательную базу, Паульс не согласился с обвинениями и продолжил все отрицать, выдвигая все новые и новые теории произошедшего. Во время очередного слушания 30 января адвокат отказался представлять интересы подсудимого, так как в его сторону начали сыпаться угрозы после того, как он согласился защищать интересы иностранца. По законам Колумбии за убийство Валентины Хидалько Триспалациус, Джону Паульсу грозит от 40 до 50 лет лишения свободы.